Так, здорово всем! Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Левша и у нас сегодня танковый стрим, именно танковый стрим на поиграть, подтащить котули. Ну это, короче, польская СТ-шка, КСК-63, она, по сути, нормально так зашла в турнирный формат, именно там в 7 на 7, да, ее на каком-нибудь Тиосе очень активно использовали. Она нормально зашла в ВБС-формате тоже, на некоторых картах, где надо быстро занять позицию, быстро занять гору. Заходя на площадку Code for Game, ты можешь расплачиваться бонусами от Сбербанка или ВТБ. На витрине часто появляются эксклюзивные премиум танки, которых нету даже в премиум магазине. Хочешь оценить танк перед покупкой? Не проблема, на Code for Game ты можешь взять танк в аренду. Тут широкий выбор пакетов с игровым золотом и премиум аккаунтом. Хочешь быстро прокачать ветку техники? Приобретай еженедельные пакеты ускоренной прокачки, а также Х5 за победу. В продаже ты найдешь кучу стилей и, конечно же, редкие 3D стили на технику. Забирай то, что тебе нужно со скидкой за бонусы Сбербанка и ВТБ. Ищи ссылку на Code for Game в описании. Вот видите, ноль боев у меня сыграны. Ни одного танка, ни одного боя на этом танке не играл, только купил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально. Нормально для первого боя 6К. Неплохо. Неплохо для первого боя 6К. Так. Да я не знаю, я просто сыграл первый бой, как бы, нормально. Вот и все, в итоге. О, мастер в первом же бою сделал. Все, можно как бы стрим заканчивать. Все, я понял, Дзен этого танка, ребят. Сразу мастер, как бы, там. Жалко, что это Х2, а не Х5, но зато в следующем бою будет Х5 у меня за каждую победу. Поэтому буду играть на победу и прокачаю матронизацию. Добрый день, Дом Королеона Мира. Вот я хотел бы попросить тебя по поводу Эвелик. Возможно ли отменить санкции в его сторону? И что нужно сделать ему или людям, которым не безразлична его судьба? Никто меня не посылал. Просто мне хотелось бы, чтобы одни из лучших игроков этой честной игры мог соревноваться. Смотри, нет никаких санкций. Все остальное. Просто человек нарушил правила турнира, и он, как бы, забанен в нем. Все. Я тебе пока не могу сказать. Ну, в целом, смотри, есть мысли про изменения Левша Кап, да? Как сделать более массовым его. И, может быть, вот на фоне этих всех изменений, да? Так, смотри, мне играть через... А мне через что играть? Через левый, через правый? Вот, этот. Может быть, на фоне всех изменений, и, может быть, как раз там будет... Да, потому что там же не только Ульфхард, а там много кто забанен. Просто он, как бы, из медийных, да? Один из немногих, скажем так, или один из... Или один. То, что из медийных, которых известно. То, что он круто играет, я вообще не сомневаюсь. Я же, ну, я знаю, он один из лучших игроков. Просто и... Правила есть правила, поэтому... А просто игру уже сыграло еще то, что мы с ним, как бы, общались. Он один из первых, кто делал видео, что какие дырки в турнире. Мы с ним общались. С ним общались ребята из команды, которые участвуют в... Ну, то, что вообще шаг обжил, существовал. Потому что я же технически вообще не под колом. Вот. Так, может, поехать на левом, помочь? Вот. И, соответственно, соответственно, он, как бы, со всеми общался. Все. И потом сам такое сделал. Поэтому здесь... На него загрелись... Загрелся не только я в этом плане. Там внутри команды, конечно, тоже... Огорчились, так сказать. Ой-ой-ой. Блядь, я не пробил. Блядь, я конченый, куда я заехал? Блядь, что я сделал, долбоеб? Ой. Когда меня поперло вообще? Я зачем... Я, короче, я думаю, я буду въеду, я его пробью. И все, а я его не пробил за это один или два шот лишний получил. Блях, мог здесь... Ну, как бы, опять игру, видишь, 2 800 сделала. И здесь можно было спокойно еще двушечку настрелять какой-нибудь. Вот, спокойно вообще. А я куда-то вообще... Ты только начал что-то болтать и все, и сразу вперед. Подписка Кульфхард, спасибо, спасибо тебе. Спасибо за развернутый ответ. Просто все в этой жизни ошибались и люди совершали преступление. Не садился же на пожизненную в тюрьму. Я, конечно же, утрирую, но все же, я думаю, он все осознал. И причины, по которым он так поступил, никто не знает. Хотя, конечно, это никак не оправдывает его поступок. Но я могу сказать, для него это хорошо, что в итоге это видео не было опубликовано. Вот, что он сам сказал. Он сам признал и все. Это же, наоборот, положительно для него уже сказалось. Вот, так что я тут... Ну, окей, посмотрим. Я с тобой тоже согласен. Все ошибаются и допускают ошибки. Здесь тоже просто, знаешь, ты там делаешь соревнования. Бывают ли лазейки в соревнованиях каких-то? Ну, вон, даже на каком-то чемпионате мира по CSGO там пару лет назад или когда на оверпассе использовали баг, где чуваки делали подсадку и убивали. То есть, вот тебе крутейшая игра, чемпионат мира крупный, самый крупный чемпионат. В финале там или в полуфинале команда использует баг и проходит дальше. Потом вроде переигровка назначали, что-то такое было. Или дисквалифицировали их по итогу. Да я не помню, там точное решение. Да я к тому, что... Ну, есть во многих соревнованиях есть всякие лазейки. Вот. Это понятно. Можно для всех отследить, но, наверное, всех тяжело. Но, как говорится, кого-то ловит. Так, у нас проблемы с честным. Охуеть, вот это проблема. О-о-о, все. Приехала, как говорится, моя. Как я тупанул. Как я мог так безалаберно сыграть вообще? Ну, типа, безалаберно сыграть, что я не прочекал даже нормально. Бля, это может... Ой, короче, я как помойка сыграл. Я очень хорошо вначале сыграл. Закрыл зелень, зачистил ее. Надо было потом не вот так вот выходить. Я отдал бесплату. Надо было возвращаться на зелень и отыгрывать. Короче, ой, прям... Дим, гениальная бизнес-идея. Стань менеджером мерков и поедь с ними в Китай. Че, менеджер... Я побыл менеджером команды Navi с ребятами, с которыми я много лет играл. И я считаю, это самое неблагодарное занятие. А в моем случае на сегодняшний день это и невыгодно. Вот, все. Так что, нет, спасибо. Где сейчас, где там? Ну, сейчас туда нужно работать? Ну, мы-то на том фланге залили. Бляха-муха. А, нихера там гриль в спину кидает еще. Блядь, Леопард, ну сука, подожмись на байте своим странам. Да пиздец мне, короче. Надо бой, когда я в ноль умру. Ну да, я можешь получить свою еду. Пизду, блядь, это с саного бата. Сука, если бы я знал, что со мной такой уебок едет, который даже не будет ничего чекать, поджимать, вот, который просто отстоится и убежит. Я бы никогда в жизни туда не поехал. Но я очень плохо сыграл для себя. Это попытка сыграть на команду. занять фланг, отыграть. Но это просто ключевая ошибка. Ехать надо было сюда, драться, здесь разваливать и все, и потом дамажить. Ой, блядь. Не, ну здесь по-другому. Нельзя ехать туда, где с тобой непонятно кто едет. Я еще светляк один дохнет от арты, просто и стоит на месте. Бля, тут 268, еще да? Да, занесло аж, балет, на такой скорости. Быть, справиться с управлением не могу. Несет вообще билет. Так, смотри. 268, 4, где здесь должен лазить, да? Бля, 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 бля. Все, сахар закончился. Кипец Зачем я пытался уехать Подсветил Короче с большего машина прикольная Просто надо немножко понимания еще Я думаю турбонагнетатель В целом вот сколько я два раза его использовал Мне кажется турбонагнетатель особо-то и не нужен Вот Он так охеренно передвигается И занимает позицию быстрее чем остальные танки А так че Каким машина хороша Ну Не на прям дальней дистанции Чуть выше среднего дистанции Средней дистанции Не он нормально может рубиться Ну с большего понравилось 3.876 Ну типа 3.876 норм в среду 4к чуть чуть не дотянул А начало вообще было жестко Первый бой сразу мастер Первый крутой был кстати В общем вот так Я впервые себе купил кс-ку Вот так я на ней поиграл Кому как говорится интересно Как кс-кс Короче смотри Игру она хорошо подходит для Абс формата Когда тебе надо позиции занять Для этого в турнирах она зашла В рандоме Мне кажется ситуативно Надо понимать что на ней делать Но если даже не понимаешь что на ней делать Приехал на позицию Включил режим стреляешься Вот Мне кажется Если на ней сыграть там боев 150 200 300 Но Полезнее может быть В бою Намного можно быть полезнее Потому что Ты просто уже будешь Понимать когда тебе переезжать Когда тебе стрелять Куда тебе ехать Какие позиции занимать Я просто даже не до конца тайминги На ней знаю Занятие там Риспов Позиций Вот Больше понравилось Но опять же Я видишь Экипаж неплохой Фулбоновый она у меня Вот это тоже решает Но без модернизации Модернизации я вот постепенно докачивал Все Всем огромное спасибо Не забывайте подписываться на канал Вам не сложно Мне приятно Вот И все ссылки на все соцсети В описании под стримом И еще И еще раздел плейлисты Там найдете много Нового и интересного для себя Контента на канале очень много Пока-пока